Всем привет! Вот на столе навальна куча ружейных чехлов, которые есть у меня. Я больше чем уверен, что практически у каждого стрелка, который начинал стрелять, ну скажем, стреляет уже год-полтора-два, их, наверное, примерно такая же куча, ну или, по крайней мере, их два-три. С чем это связано? Это связано с тем, что люди, которые чехлы покупают, ну скажем так, без опыта, как правило, ошибаются. Давайте по порядку. Собственно, основная ошибка, в чем заключается? В том, что ружья для практической стрельбы, ну допустим, если брать стандартный или модифицированный класс, они длиной больше, чем 1,3 метра. Соответственно, в какие-то более-менее стандартные чехлы, которые продаются в магазине, они тупо не влезают. Ну, например, вот этот вот красивенький зеленый чехольчик, вот с крокодильчиком, который мне, на самом деле, достался при покупке одной из моих Бинель, я ее брал с рук. Вот такой вот очень симпатичный, качественный, вот реально вот хорошо сделанный. Он у меня просто лежит под диваном, видите, он мокренький, сейчас специальную пыль с него стирал под видео, потому что в него ружье просто не лезет. При этом не лезет в него так нормально, сантиметров, наверное, на 10. Соответственно, откидывается в ряду. Следующий вариант, вот такой вот у меня был чехольчик. Это, по-моему, фирма ХСН, если я не ошибаюсь. Да, вот она. Изначально в нем был пенопласт внутри, не пенопласт, а поролон. Ну, этот поролон со временем начал отслаиваться, после этого я этот чехол стал носить без поролона, но, как видите, состояние у него уже плачевное. Он весь дырявый, у него отслаивается вот эта штука, ружье, после него все в горне. То есть, по большому счету, вот я поставил его просто показать, и так он идет на выброс. Это был первый чехол, в который ружье влезало у меня, ну, скажем так, со скрежетом. То есть, если брать ружье длинное, то без поролона вот влезало, с поролоном опять же не влезало. Чулок. Чулок, могу сказать честно, я им пользуюсь, но пользуюсь только на выездных матчах, куда летаю самолетом. Потому что так, каждый раз этот чулок одевать, снимать, это достаточно неудобно. Плюс к этому он имеет очень ограниченный срок службы, связанный с тем, что он рвется, ну, скажем, вот видите, вот эта дырка от затворной рукоятки. Поэтому чулок, ну, наверное, тоже не совсем, да, я опять же и пользуюсь, но очень редко. Последний раз пользовался на чемпионате мира. И, собственно, основной чехол, с которым я в основном сейчас бегаю, это Бенелевский чехол родной. Вот такого типа. С ним как бы все хорошо, да, то есть, в него ружье лезет, с запасом, все нормально. Он достаточно, скажем, легенький, там, изнутри поролон у него закрыт тканью, то есть, он не обдирается, с ним все классно, супер. Но на нем я уже два раза менял молнию и три раза перешивал вот эти вот лямки. Потому что изначально, я не знаю, какую дурак-то придумал, они были пришиты под прямым углом. Соответственно, нагрузка постоянно шла на один из углов, когда на ремне ружье таскаешь, и оно просто вот здесь вот вырывалось. То есть, девушка, которую я ей носил, ну, у нас в соседнем доме тут живет как раз мастерица, на все руки, у которой швейные машинки и так далее, она уже, меня проклинать скоро, наверное, начнет с этим чехлом. То есть, несмотря на то, что весь из себя фирма и Бенелевский, по факту чехол полное говно в плане качества исполнения. Ну, просто вот откровенно могу вам сказать. Да, зато классно, типа Бенелев. И ни у одного у меня такие проблемы, и поэтому компания The Gun и Юра Зинкович, небезызвестный, который делает ПСА, наши всем любимые для зарядки, он разродился на то, чтобы сделать универсальный чехол, который подходил бы для, скажем так, стрелков-практиков. Вот так вот он выглядит. У меня серенький, но в первой партии, которая у нас была, которая разошлась, собственно, у нас по клубу, там, наверное, цветов было штук семь разных, включая красненькие, зелененькие, синенькие, там, какие угодно. В этом чехле, в общем-то, сложились абсолютно все пожелания, которые были у ребят из нашего клуба, например, и другие ребята, с которыми Юра общается. И, на мой взгляд, получился очень удачный вариант за вполне себе адекватные деньги. Давайте его немножко осмотрим. Я не думаю, что обзор чехла – это что-то такое суперинтересное, но так или иначе. У него есть карман на молнии для коробочки с дольными сужениями, какими-то первостепенными ключиками и так далее. Внизу, в то место, которое мы обычно ружье ставим в пирамиду или на пол, здесь целиком прострочено такой вот прорезиненной фигнёй непромокаемой. Это суперклассно, потому что, если брать, допустим, Бенелевский чехол, у которого здесь у меня снизу кусок молнии, вот этот кусок молнии, он уже просто не работает, потому что он забит грязью и так далее. Соответственно, вот видно, сколько здесь грязюки, и как она набирается, потому что постоянно этим местом чехол стоит на полу. Здесь тряпочкой влажненько протёр, всё будет идеально чисто, прямо вот буквально сразу. Плюс к этому, из-за того, что здесь она сделана вот таким образом, получается, что ружьё... Сейчас я его открою. Ружьё мы вставляем в него как... Ну, в такой слот. Очень удобно, на самом деле, потому что он не вываливается в случае чего оттуда. Ну, как раз видно, что изнутри у него поролоновая простёжка, всё приклеено. Вот таким образом. Соответственно, чехол рассчитан на длину ружья до метр сорок. Никаких абсолютно вопросов с ним нету. Сзади у него по всей длине вот такая вот резиновая вставка, которая, во-первых, предохраняет изнутри от пробивания насквозь вот этого места, потому что там поролона нету для того, чтобы был более компактный. И, в общем-то, довольно симпатично смотрится. Ручка с резиновой такой вот удобной нашлёпкой. И сверху аналогично. Ну, это, я же думаю, дизайна ради такие вот прорезиненные вставочки. Вот такая вот хорошая штука. Всем рекомендую. Сам её получил в подарок, естественно, как может быть иначе. И буду ей пользоваться. На этом всё. Всем спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok